Создание безбарьерной среды в школах страны – один из приоритетов определенных государством перед руководителями всех российских регионов. Кабардино-Балкария в реализации данной программы использует все имеющиеся на местах механизмы и рычаги. В трех муниципальных районах школы уже приступили к перестройке. На подходе еще два района. О жизни без барьеров наш специальный корреспондент Сафар Гириев. Пандусы, спецподъемники и перила – ширина дверных проемов. Ребенок с ограниченным здоровьем не должен чувствовать абсолютно никаких неудобств. Но на создание таких особых условий необходимое время и главное средство. Федеральные субсидии на формирование сети безбарьерных школ идут в республику по соглашению между Минобром России и правительством Кабардино-Балкарии. Это значит, что скоро дети-инвалиды смогут беспрепятственно обучаться вместе со своими сверстниками в Нальчике, Майском и Прохладницком районах. Уже закуплены школьная мебель, спортивное реабилитационное оборудование, проекторы для сенсорной комнаты и многое другое. К примеру, в четвертой школе Прохладного библиотека оборудована специальными столами и тепловизионными устройствами. Увеличивает текст нам. И дело в том, что я так поняла, что у кого слабовидящее зрение, то можно использовать цвет другой, конечно. Здесь вот при другом использовании цвета, при фокусевке, видимо, мы меняемый цвет здесь. И здесь же также масштаб увеличивается. Специалисты отмечают, важно не только устранение физических и информационных барьеров. Должен быть продуман и сам учебный процесс. В спортивном зале школой для детей создана релаксационная зона. Даже скакалки здесь со счетчиками. Дети, которые проводят почти весь день в школе, конечно же, нуждаются в таких вот физических разрядках. Потому что уроки – это уроки, это статическое напряжение. А здесь они могут, конечно, вот ту необходимую двигательную энергию получить, выплеснуть в свою усталость. Здесь даже санитарные зоны оборудованы всем необходимым. Ведь создание реальной безбарьерной среды возможно только при комплексном подходе. И тут не должно быть мелочей. Шкафчики сделаны для детей, которые являются инвалидами-колясочниками. Тут запорочные, они могут удержаться, удержаться к шкафчикам, повесить свои вещи. Но только спецпредспособления, всех проблем, с которыми сталкивается в жизни ребенок-инвалид, конечно, решить не могут. Куда труднее сформировать по-настоящему толерантное отношение к таким ученикам. Пока далеко не все учителя охотно принимают их в классе. Да и сверстники не всегда бывают достаточно терпимы и деликатны. А потому подготовка педагогов для инклюзивного обучения детей с ограниченными возможностями сегодня становится актуальной, как никогда. И все-таки, несмотря ни на что, новая система уже работает. У нас определены три опорные школы. Это четвертая школа, вторая гимназия и шестая гимназия. В данных образовательных учреждениях созданы именно условия для обучения, совместного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, именно безбарьерная среда. У нас по городскому округу прохладный порядка 80 детей. В основном это дети либо надобного обучения, которые приходят за определенными заданиями в школу, сдают зачетную систему. 12 детей с ограниченными возможностями детей-инвалидов у нас обучаются дистанционно в Республиканском дистанционном центре. Сейчас правительство КБР готовится подписать очередное соглашение с Минобром России, которое позволит начать создание безбарьерной среды в школах Баксанского и Эльбрусского районов. Сафар Гиреев, Анатолий Дереко. Вести Кабардино-Балкария.